здравствуйте приветствую вас на канале трико бум и сегодня хочу предложить вам вот эту резиночку которая носит название ступенчатая эта резинка выглядит довольно строго поэтому я ее порекомендовала бы для мужских изделий так можно связать и шапочку и пуловер и кардиган для того чтобы связать со мной вместе этот образец наберите на ваши спицы такое количество петель чтобы она была кратно 6 у нас в рапорте будет участвовать вот эти 4 и 2 лицевые петли затем для симметрии вот здесь в конце нам нужно добавить еще четыре петли плюс 2 кромочные сам низ изделия ввязывается резиночкой 2 на 2 а затем когда мы переходим к основному полотну у нас одна часть нашего рисунка будет как бы продолжать одну колонку вот эту из лицевых петель а вторая часть будет находиться между ними и вот это придает нашему полотну еще один дополнительный декоративный элемент и так как вяжется само полотно после резиночки в первом лицевом ряду мы провязываем 4 изнаночных после кромочной 2 лицевых далее 4 изнаночных 2 лицевых 4 изнаночных 2 лицевых и так до конца ряда заканчивая если у вас шапочка то тогда нужно будет закончить лицевыми петлями если у вас кардиган или пулловер тогда нужно чтобы по краям у нас находились вот по 4 изнаночные петли и так провязываем 8 рядов после кромочной 4 изнаночные 2 лицевые 4 изнаночные 2 лицевые 4 изнаночные 2 лицевые и так до конца ряда вот закончили один лицевой ряд и с изнаночной стороны мы провязываем петли так как они на нас смотрят лицевые петли провязываются лицевыми изнаночные изнаночными и так провязана после резиночки 8 рядов и сейчас мы начинаем формировать первую ступеньку в начале девятого ряда после кромочной мы провязываем 2 лицевые петли затем 2 изнаночные а вот эти 4 петли мы сейчас будем перемещать сначала 2 лицевые петли снимаются на вспомогательную спицу а эти две провязываются изнаночными теперь 2 лицевые петли возвращаются на левую спицу и провязываются лицевыми здесь у меня ниточка упала сейчас я поправлю вот провязываем лицевыми мы сделали первое перемещение продолжаем то же самое сначала провязываем 2 изнаночные петли затем 2 петли снимаются на вспомогательную спицу следующие 2 провязываются изнаночными а петли со вспомогательной спицы возвращаются на левую спицу и провязываются лицевыми мы сделали второе перемещение петель снова работаем над следующими петлями сначала 2 изнаночные 2 лицевые снимаются перед работой следующие 2 провязываются изнаночными лицевые возвращаются на левую спицу и провязываются лицевыми петлями продолжаем так до конца ряда и вот здесь в конце теперь у нас осталось только 2 изнаночные петли мы их провязываем и вот так постепенно при смещении наших вот этих лицевых столбиков у нас здесь будет появляться новый лицевой столбик а здесь он будет постепенно сходить на нет сейчас мы посмотрим в следующем раппорте с изнаночной стороны провязываем все петли так как они смотрят на нас вот изнаночные петли провязываем изнаночными лицевые лицевыми мы с вами сейчас провязали 9 и 10 ряды далее провязываем снова 8 рядов вот так же как мы только что с вами делали в предыдущем раппорте эти 8 рядов провязываются по рисунку петли вот здесь у нас теперь первые 2 лицевые а дальше резиночка 4 изнаночных 2 лицевые 4 изнаночные петли 2 лицевые второй ряд раппорта так же все по рисунку и так далее всего 8 рядов провязано 8 рядов и сейчас в девятом ряду мы снова будем делать смещение вот этих столбиков из лицевых петель в начале после кромочной у нас идут 2 лицевые петли мы их снимаем на дополнительную спицу и провязываем 2 изнаночные затем эти две петли возвращаются на левую спицу и провязываются лицевыми 2 изнаночные 2 изнаночные 2 изнаночные 3 изнаночные петли 3 изнаночные петли вот здесь в конце ряда мы с вами видим что у нас две лицевые петли и 2 изнаночные сейчас мы переместим эти две петли эти изнаночные у нас переходят на эту сторону а эти уже остаются с краю и вот так постепенно наши столбики будут перемещаться и с левого края вот так исчезать вот видите здесь у нас сначала было 4 петли здесь 2 и теперь уже ни одной изнаночной петли столбики переместились и получилась вот такая очень интересная ступенечка сейчас с изнаночной стороны мы провязываем все петли так так они на нас смотрят 2 изнаночные 4 лицевые и так далее до конца ряда мы провязали еще один ряд с перемещениями пока петли лежат неровно этого пугаться не нужно потом когда мы провяжем 8 рядов они здесь ложатся ровнее чем вот сейчас сразу после их перемещения сейчас я буду провязывать так как смотрят петли следующие 8 рядов получается что сейчас у нас первый ряд раппорта мы провязываем петли так как они на нас смотрят после перемещения я сейчас провязала 1 и 2 ряды 1 лицевой 1 изнаночный и посмотрите наши петельки легли ровненько здесь то есть вот так при провязывании последующих рядов перемещенные петли ложатся красиво следующее перемещение это третье при третьем перемещении вот здесь у нас будет снова 4 изнаночные петли а в конце ряда вот эти вот эта дорожка она совсем исчезнет и вот так постепенно наше полотно будет двигаться в левую сторону если вы будете вязать на более толстой пряжи то тогда чтобы и ступеньки не были слишком длинными здесь можно провязывать не 8 рядов а 6 может быть даже 4 вот такой очень интересный узор такие не ярко выраженные жгуты я надеюсь что рисунок вам понравится на этом я свое видео заканчиваю подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы вам на почту приходили оповещения о каждом новом видео до встречи все вам доброго до свидания